На всем постсоветском пространстве сегодня вспоминают самую крупную техногенную катастрофу в истории человечества. Ровно 35 лет назад произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В Великом Новгороде ликвидаторы аварии и семьи тех, кто был в Припяти, традиционно встретились у мемориального знака жертвам радиационных катастроф. Больше 1200 новгородцев были призваны ликвидировать последствия аварии. Традиционного митинга в память жертв катастрофы в этот раз не было из-за эпидемиологической обстановки. И это не случайно. Из-за хронических заболеваний для ликвидаторов аварии коронавирус особенно опасен. Они помогали в борьбе с радиацией, тогда не подозревая, как именно это отразится на их здоровье. После выброса было такое, что респираторы становились коричневыми. Не всегда говорили, что выброс, потому что выбросы имели высокую радиоактивность. До тысячи рентгенов. После того, когда поработаешь, у многих в последствии переоблучения получалась облученная щитовидка отказала работать или там сон пропадал. Многие умирали через несколько лет после командировки в Чернобыль. Серьезно заболели после. Каждый второй стал инвалидом. Каждая четвертая семья потеряла кормильца. Эти люди предотвратили распространение радиации за пределы Чернобыля. Строили саркофаг, уничтожали все, что уже было заражено. В память об этом героическом подвиге, цветы и венки к мемориалу жертвам радиационных катастроф возложили сами участники тех событий. Очевидцы и школьники, которые ныне живут в нерадиоактивном мире. Продолжение следует...